Боец в синем углу, ему 19 лет, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм, его базовый стиль боевое самбо, профессиональный рекорд 11 в бою, 8 побед, 3 поражения. Из Харькова Александр Подлесный и его соперник боец в красном углу, ему 23 года, рост 177 сантиметров, вес 61 килограмм, его базовый стиль вольная борьба, профессиональный рекорд 6 в бою, 3 победы, 3 поражения. Из Грозного, Нашхо Галаев, рефери боя Ашот Ашубян. Первый раунд. И у нас первый раунд этого поединка. Нашхо Галаев повыше на 7 сантиметров. Да, по его антропометрическим данным 7 сантиметров, у него преимущество в росте, 177 сантиметров составляет его рост и 170 сантиметров составляет рост его соперника Подлесный Александра. В разносторонних стойках начинают поединок бойцы, в стойке левши начинает этот бой Александр и Нашхо, в стойке правши, так потихонечку поддавливает и такой неприятный удар с разворотом бросает, не очень мощный, не очень сильный, но достигает цели. Как бы примеряясь. Примеряясь, да. Повтор. Думаю, у Галаева не надо заигрываться. Ох, как флотно, попал сейчас Александр. Перевод в партер. Все, дышишь, бьет. Оторвался ударик. Внимательно, внимательно, Аркадь. Опасная ситуация. Пытался Александр закинуть треугольник. Но удалось, и вот мы видим, поменялось положение. Сейчас сверху находится Нашхогалаев. Восстановил гард Александр. Но он уже находится снизу. В положении снизу, да. Посмотрим, насколько сильным грэпплингом, возможно, он обладает. И насколько Нашхогалаев сможет реализовать вот это такое положение сверху. Плотно вяжет сейчас руки Александр. Но первый раунд еще есть силы. Еще не так вспотели. Да, абсолютно верно. Еще бойцы не так взмокли. Грузит спину Александр. Видимо, хочет сделать треугольник. И рефери поднимает бойцов в стойку. Вот мы слышим, подсказывают из угла Александра, чтобы он именно как левша закручивал за переднюю ногу своего соперника. Выходил на гораздо удобнее ударную позицию. С дальней руки или ноги выводил себя. Да, чтобы нога была снаружи. Да, и мы видим, он так потихонечку следует именно наставлениям своего угла. Немножко запускает его вот сюда за спину Нашхогалаев. Подсказывает Александр, чтобы не ходил под ударную руку под правую. Двигался только вправо. Вот здесь, да, как раз вот эта специфика работы левши и правши в стойках. Так точно. Друг друга дергают соперники. Ищут, ищут момент для удара, для перевода в партер. Опасный удар снизу. Да, прямой снизу, вверх. От Галаева. Лоу-кик. Александр. Пошла заключительная минута первой пятиминутки. Проваливается Александр. Это может быть чревато. Мой взгляд, немножко мало финтов проделает Александр. И видит Нашхогалаев. Понимает, когда пытается начать атаку Александр подлесный. И так дергает его, мы видим, что отпугивая немножко. Каждый раз ломая вот этим своим финтом его атаку. Когда подсказывает со стороны, и тот, и другой соперник слышит, что подсказывает. Слышат подсказки секундантов и угловых. Опасный момент. Опасная концовка. Интересный первый раунд. Оба бойца, видно, заряжены, настроены только на победу. Это сделает еще интереснее этот поединок. Вот нам на повторе показывают тот удар с развороту, который в начале первого раунда бросил Нашхогалаев. И вот этот такой плотный хай-кик с дальней ноги. Всполнение Александра подлесного. В тайском стиле ударил голенью. Очень плотно ударил. Голень, да, плотно очень. Так он бросал. Вот этот опасный момент. Под самую концовку раунда. Руку забрал хорошо Александр. Видимо, очень много вазелина нанесли Александру. Секунданты, да. Продолжается поединок. У нас второй раунд. Пытается Галаев поймать. Понимает, что Александр уходит вправо. Александр использует подножки, подбивает ножку. Пытается вывести соперника немножко из равновесия для того, чтобы, видимо, перевести или в партер, или проатаковать. Хороший удар ногой от Галаева. Я бы им посоветовал работать серийно. Услышали меня. Да, и тут же, наверное, только сказал, так как они проатаковали оба бойца. Снова образовалась такая пауза. Оба бойца двигаются в стойке. Оба опасаются. Ох, как дистанции длинные. Бросил удар рукой в корпус Александра. И тут же и контратаковал его наш Хогалаев. Лоу-кик от Галаева. Плотный удар. Да, такой мидл-кик в корпус. Галаев пытается пофинтить, но у него плохо это получается. Не ведется Александр. Да, он все видит, чувствует, и мы видим, он как бы не ведется действительно на эти финты. Опасный такой боковой был от Галаева, но все видит. Руки на месте и тут же контратаковал. Александр. И все-таки вот наш Хогалаев ищет, ищет момент для своей атаки. Очень хорошо. Бойцы двигаются в стойке, перемещаются. Но нужны какие-то активные технические действия. Все в движении, удары в движении. Ох, каким плотным ударом сейчас попал. Ну и показывает, что просто потерял равновесие под Лесной. Менялись бойцы даже рукопожатиями. Ох, и такой перевод в партер. Хороший перевод. Под Лесного, да, хороший такой амплитудный перевод. Обманул его, прошел с ударом. Несколько раз до этого показывал, что будет атаковать руками. И тут прошел, и удалось ему перевести. И вот сейчас минута 18 остается до конца второго раунда. Рефери контролирует ситуацию. Попытка выхода из этого положения. И удается она нашу Галаеву. И такой снова амплитудный перевод. Но удается уйти нашу Галаеву. И 30 секунд остается еще для работы в этом раунде. Галаев поделал хорошую работу. Попадание коленом. Обмен. Ой-ой-ой, какой обмен. Пошли в размены. Здесь пропустил под Лесной. И вот так вот за 10 секунд до конца второго раунда. Он делает попытку забрать ногу. Хорошая концовочка. Очень хорошая концовка. Обменяли с любезностями. Прямо оба поплыли. Оба попали, да. И так. Ну и, конечно, очень интересно, насколько смогут восстановиться бойцы. Второй раунд и вторая острая концовка. Да, абсолютно верно. Очень хороший тайминг у бойцов. Прямо обостряют они именно к концу раунда. Оба все насыщеннее и насыщеннее. Сейчас хотелось бы посмотреть на повторе именно вот тот размер. Я тоже люблю завершать раунд тэкдауна, чтобы поставить жирную точку. Хороший перевод. С удар коленом здесь пропустили. Ну, обменялись, да, абсолютно верно, любезностями бойцы. Оба друг к другу попали. Ну и мы видим, что тут, видимо, произошло. Поединок остановлен, скорее всего. Мы видим, осматривают Александра Подлесного. Видимо, какая-то травма. Почувствовал он, видимо, что там, возможно, нос. Победу одержал наш Хоголайев. Город Грозный. Наши поздравления наш Хоголайеву. Без сомнения, уважение его сопернику Александру Подлесному. Очень яркий поединок показали бойцы. В течение всего поединка очень уважительно относились друг к другу. Приятно это смотреть. Ну, а мы ожидаем продолжения сегодняшнего вечера боев. Левый на левый. Сейчас было попадание, мы видим на повторе. Очень красивый момент. Красивый момент, абсолютно верно. Ах, причем оба бойца попали. Чуть-чуть тяжелее, видимо, попал все-таки наш Хоголайев. Ох, даже не чуть-чуть, а достаточно плотно приложился он. Александру, видимо, удар пришелся в нос. А Голаеву где-то в область виска. Да, и ущерб был, конечно же, больше от удара наш Хоголайева.